Подождите, мы к вам подошли адекватно, попросили вас показать сумочки, спросили, куда направляетесь. В тот раз нет, в тот раз... А в этот раз, мы сейчас про этот раз говорим с вами. Зачем вы про прошлом? А я, вы у меня не спрашивали, я с вами работал. Я три раза уже, вот так вот. Хорошо, я? Просто не пропускали, просто тупо не пропускали. И все. Да, не объяснали. Я говорю, а в чем причина? Можете представиться объяснению, без объяснений? Это частная территория, сказали. А как вы, на частной территории... Ну, вам если на рынок? Нет, мы пришли покушать. Мы пришли покушать. Ну, пришли покушать, и что у вас тут? Не гостили. А что, почему? Что-то вывели его. Раму, большиняю. Да, у вас там все есть. Ваши лицо, я говорю, мое. Ничего, а ничего, без объяснений. Значит, вы пока-то пришли, без никого. Наверное, привлекали, с чем-то... А вот... Нет, если есть, что-то я переорвекался. Покажите мне, что я переорвекался. Ну, не так. Вот это вы же... Я говорю, ну, я... И что? Почему я снимаю то, это самое... Не надо. Почему, я не знаю? А вы знаете... Ваши действия не законны. Мне, например, вчера, в прошлый раз сказали. Вот его не пропустили. Я спросила. Объясните, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, подождите, меня выслушайте. Меня выслушайте, пожалуйста. Люди не могут пройти. Если вы хотите поснимать, пообщаться, мы либо на улицу выйдем... Давайте на улицу выйдем, там поговорим. Либо чуть-чуть сдвинемся, ждем по другим людях. Вдвинемся, сдвинемся. Вдвинемся. Давайте сдвинемся. Благодарю вас. А теперь, суть проблемы ваша в чем? Вот, ну, сейчас нас потребовали сумки. Почему я должна вам... Да, все правильно. Если у меня такая сумочка, мне... А у вас есть... Подождите, у вас есть полномочия какие-то? У нас есть сотрудники полиции. У меня есть полномочия осмотреть. У меня есть полномочия осмотреть, с вашего позволения. Но если вы отказываетесь от этого, я в праве вас не пустить, так как вы отказываетесь соблюдать наши правила посещения. Хорошо. Вот люди говорят, что вы их пропускали без объяснения причин вообще. Пропускали? Не пропускали. Все верно. Вот меня лично не пропустили. Вот я подошла, задержали вот человека, я спросила, представьтесь, пожалуйста, кто такой, вот, и объясните, почему вы его не пропускаете, вот, мне сказали, а что вы тут повышаете голос, хотя я вот спокойно разговаривала, следующее, больше вы никогда сюда не пройдете. Просто потому что человек спросил. Посмотрите, у меня тоже нет оснований верить вам, так как я не первый день здесь работаю, и люди, когда говорят, что зачем вы повышаете голос, чтобы вы кричат, чтобы у вас записи до 2015, а там не сверху не идет. Вы можете сюда пропускать, не пропускать людей без объяснения причин? Кто такой вообще? Гражданин России. Хорошо, можете, пожалуйста, не тыкать мне в лицо камеры? Конечно, я так и не делаю. Нет, вы делаете. Вопрос, пожалуйста, ответьте на него. Я не хочу с вами общаться. Задайте ему этот вопрос. Вы можете сюда не пропускать людей без объяснения причин? Да, потому что вы сейчас просто нарушаете общественный порядок. Нет, если не нарушаем. Вы просто стоите, кричите на ползала. Вы другим людям нарушаете. Я в тот раз не кричу, я сейчас вам об этом говорю. Вы сейчас кричите на ползала. Посмотрите вокруг, люди сидят, смотрят на вас. Вы сейчас таким голосом говорите. Так потому что вы стоите, кричите на меня. Давайте потише говорить. Я нормально разговариваю. Просто вас много, можно их выйти. До вас еще больше. Вы вообще здесь работаете, при исполнении, на рабочем месте, в общественном месте, вас снимать можно. Я вам разрешение давал. Мне не очень ваше разрешение. Вы лучше скажите, вы можете сюда нас не пропустить без объяснения причин? Можете? Серега, поздрави сотрудников полиции. Здравствуйте. Что случилось? Вас по какому поводу вызвали, что мы снимаем или что? Нас просто вызвали конфликт какой-то. А, ну вот, только они объясняют, а мы там объясним. Так я у вас хочу узнать, что делаете, чем занимаетесь? Мы пришли сюда в ту субботу. Без объяснения причины меня просто не пустили. Сказали, это частная территория. И вы, а я говорю, а что у вас тут не работают законы, право потребители, и законы российские не работают. Почему вы меня? Без объяснений. Все. Вот это раз мы пришли, начали снимать, вот, хотели разобраться за ту субботу. Они сказали, вы не имеете права снимать. Ну вот, вся, наверное, вы сейчас цель какую проследуете, вы что хотите? Ну, знать почему вы нас не пропустили, и все, они вас вызвали, а не мы. С камерами хотите вы нас? Так вы бы к администрации обратились, и они бы вас ухоиздили. Мы предложили в прошлом. А вы хотите какой-то создать, рейтонанс какой-то создать? Мы хотели в прошлый раз. Нет, я имею в виду сейчас, почему вы не обратились к администрации с этим вопросом? Мы обращались к администрации с этим вопросом, но мы сейчас предлагали, пусть приглашают. Они говорят, мы сейчас вызовем. Ну вот они вас вызвали. Вызвали вас. Нет, я вас интересуюсь, почему вы не пошли в администрацию, а решили сделать это таким образом? Каким образом? У нас в прошлый раз, вот, трое мы сли и пропустили. На экран вывели, вот, его конкретный. Я тебе за объяснение, он говорит, что ты в чем делаешь? Ну, у него, типа, рюкзак свистил. Ну, вы подожди, пожалуйста, проверьте. Есть же объяснение, причем не будет. Ничего не понятно, но очень интересно. Сейчас будет интересно. Скажите, пожалуйста, ну а почему вот на частную собственность, вот если здесь ведется торговля вы можете не пропускать людей без объяснения причин но как бы для людей это будет интересно ну я вас снимаю значит и оператор да и журналист ну я в данный момент статусе просто обычного человека ведь у меня нет пресс-карты не там редакционного задания вы здесь вообще-то сотрудник у нас к вам вопрос мотивированный потому что вы сказали и другие ваши сотрудники сказали что вы можете не пропускать сюда людей без объяснения причин в том числе вы вы не сотрудник в любом зельмаге продается вы разговариваете как сотрудника тут же вы уже не сотрудник вы отвечаете на вопросы вызываете там по полицию почему вы считаете что вы можете без объяснения причин сюда людей не пропускал вы сказали что вы это можете вы сказали что вы это можете я то это помню три раза меня другие сотрудники не пропускали почему-то без объяснения причин мы были не оборваны и грязные мы только двери открыли и сразу у нас так вы же говорите сначала то что вы двери открыли а потом вот до сюда а не 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 я про первый раз когда меня за это не пустил значит вас запомнили просто какого не обогревать я с той стороны просто заходил другой да у вас еще у вас еще мониторов тогда не стояло чтобы мне запомнить было а сотрудники у нас начали запомнить 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 и чё он завершил за запомните я 7 раз неделю здесь бываю не более того он меня запомнил чтобы меня запомнили один раз прошел меня запомнили нормально так же как и мне прошлый раз сказали что что больше вы сюда не пройдете без объяснений без объяснений частный собус больше сюда не пройдете никогда мне так сказал ваш между прочим сотрудник который купил вот этот дачок такой же дачок у вас достаточно специфическая внешность легко запомнить да извините я приехала сюда в гости а какая специфическая внешность вот посмотрите вот нормально женщина выглядит прилично выглядит красиво какая специфическая внешность но обычно вообще выглядит человек это есть общее понятие специфическая а есть личное понятие это вам значит человек не понравился вы просто не сгодили не пропустили нет а почему ко мне обращаетесь нет выходит так ну вы же сейчас сказали я вам не говорил то что я вас не пускал у меня специфическая внешность для того чтобы запомнить давайте разговор наш вспомним значит это в америке в свое время было для белых и для черных есть что-то подобное происходит человек образно говоря не вышло лицо специфическая внешность и вот пропускать не будет здесь есть есть у вас по возрасту вот товарища два раза задерживали конкретно не пускали просто вообще тупо оглянитесь вокруг люди всех возрастов почему-то нас здесь детали а вот и его наверное по национальности вот такие вот могут заходить вот видите вот такие вот могут почему вы кого-то диспретируете каким образом вы говорите что-то по нации мы судим если вы не готовы соблюдать правила гастракуста я пытаюсь понять почему меня не пустили понимаете я пытаюсь понять почему меня не пустили а почему вас не пустили что он я зашел бы я объяснение не кричите потому что когда это было суббота суббота вас именно не пустили да а причина какая была я не сказал это не может быть такого вот мы трое стоим без объяснения причин без объяснения причин мы не пригласили администрацию я приехала гуляла по городу приехали из города кемерово гуляла по городу мы вот в тройной мы зашли сюда решили кофе попить и переносить я из кемерово вот его остановили его остановили пройдемте на это самое я говорю основание почему вы его задерживаете частный собственность без объяснений подвели его в монитору его висит фотография я говорю скажите вы мне объясните пожалуйста почему вы не пустили вот мы в трое почему не пустили частный собственность и как попугайчик без объяснений частная собственность можете описать человека как он выглядел который именно это я теперь ибо и больше суда никогда не прописал да вот так было мы разберем мы разберем все может это номер телефона ставить мы с вами связи с давать и 8 923 что пожалуйста мы с вами свяжемся разберемся связи 8 923 229 229 41 41 81 81 рашлит сделайте дозоны как вызвать меня зовут артём мне зовут артем вы это да да она надо новая написано правильно набрали 923 229 41 81 А вот, 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 все